В прошлом экономиста, сейчас безработная Светлана Васильева из дома без надобности и средств индивидуальной защиты не выходит и другим не советует. А людей, которые в общественных местах не носят маски, обходят стороной. В центре занятости населения ей сторониться не приходится. Здесь строго соблюдают масочный режим, как сотрудники, так и посетители. А на входе каждый обязательно дезинфицирует руки. Никто не определит вот так, без тем в томность. Может быть человек болеет, а он об этом не знает. Поэтому для успокоения своей собственной души, я считаю, что нужно маски носить. Поэтому мы все тут в масках, и я думаю, что никто не против этого. Так что все только за. Ужесточение масочного режима в центрах занятости населения Самарской области восприняли с пониманием. Ничего менять в режиме работы не пришлось. Здесь с самого начала пандемии сотрудники и посетители соблюдают социальную дистанцию. Для этого есть ограничительные стойки. А на полу – разделительные полосы. Каждого посетителя информируют о соблюдении социального дистанцирования. С 13 апреля мы осуществляем личный прием граждан строго по предварительной записи. Обращаются у нас в основная масса дистанционно через портал «Работа в России» или через единый портал государственных услуг. Количество обратившихся до 300 человек в день. Каждые два часа в центре занятости населения проводят влажную уборку со специальными дезинфицирующими средствами, рекомендованными Роспотребнадзором. Протирают все поверхности, которым может прикоснуться человек. Елена Малютина, Максим Гусев. События.